У нас компания, которая занимается информационными технологиями и очень характерна, наверное, для текущего форума, потому что мы 15 лет уже занимаемся информационным моделированием BIM. В 2004 году образована компания, на сегодняшний день там 500 человек. Когда мы начали заниматься, собственно говоря, такого понятия, как информационное моделирование, еще не было. Даже западные еще вендоры, крупные такие, как Автодеск, не пришли с этими парадигмами. А мы вот остались верные, 15 лет этим занимаемся, доросли до достаточно крупной компании, 500 человек на нашем сегменте рынка, это, в принципе, не маленькая компания. Мы реализуем крупные информационные проекты по информационной поддержке инфраструктурных проектов строительства капитального для крупных холдингов нашей страны. Это нефтегазовые холдинги, это энергетические холдинги, Росатом и так далее. Не было российских технологий и все решения, которые мы устроили для наших заказчиков, они были на западных технологиях основными. За это большое спасибо нашим западным партнерам. Мы учились несколько лет, заимствовали что-то, ну и на сегодняшний день уже разработали свои платформы, которые абсолютно конкурентоспособны. Более того, у нас есть зарубежные заказчики и в Европе, и в Латинской Америке, где используются наши технологии. Ну и мы думаем, что вообще перспектива достаточно большая, потому что замыкаться отдельно даже на крупном российском бизнесе, несмотря на поддержку правительства в рамках импортозамещения, это тупиковая ветка, которая, в общем-то, приведет к смерти технологии, и нужно обязательно выходить на международные площадки. Сейчас мы идем с российским совместным бизнесом на зарубежные площадки, с Росатомом по объектам строительства атомных энергоблоков с нефтегазом, по обустройству нефтегазовых месторождений российских, именно на зарубежных площадках в Иране, Венесуэле и так далее. Есть тренды, есть позитивные тренды, на самом деле. Действительно, то, что министр посетил этот форум, это большой сильный знак, это вовлеченность первых лиц отраслевых в эти процессы и в эти задачи, которые стоят. Очень правильные слова здесь все произнесены. Очень сильно надеемся, что, как было объявлено до 2023-2024 года, действительно, все эти технологии будут просто бытовыми, как телефония сейчас для нас. Инженерное ПО, где достаточно высокое засилие зарубежных программных вендоров, до 80% проектного института, например, но это база, с которой начинается, где рождается информационная модель, до 80% это зарубежное программное обеспечение. Это много, на самом деле, медленно, можно потихонечку замещать. Мы, на самом деле, немножко дальше смотрим. Мы же, например, разработали технологию, которая на весь жизненный цикл нацелена. Не концентрирована там на проектирование, а именно на другие стадии. Капитального строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации. У нас достаточно интересное решение для Росатома по энергоблокам, по выводу из эксплуатации. Пока мир такими технологиями еще не занимается. Они так плавно по стадиям идут, все немножко уже в стройке присутствуют, в эксплуатации еще не сильно, а выводам из эксплуатации, ну, когда он там будет? Через 50-60 лет по объекту. Это достаточно долгий срок. Поэтому мы смотрим немножко вперед. Очень сложно конкурировать с вендорами там, где, ну, понятно, что западные вендоры – это реально миллиардные вложения в долларовом исчислении, и российской компании очень тяжело с ними реально конкурировать. Хотя есть страны третьего рынка, на то, что дойти, надо предлагать свои решения. У нас что? У нас в стране все есть, профессиональная база есть, программисты качественные, инженеры качественные. Ну, почему не создать качественный софт? Но он и создается. Собственно говоря, здесь присутствующие партнеры российские. Достаточно сильные решения, я их всех знаю. Компания «Оскон» и компания «Нанософт».